Ну а всего в 10 километрах от Красноярска может появиться производство по захоронению опасных промышленных отходов. Эту новость несколько дней уже обсуждают жители города и особенно дачники с соседних участков. Люди уверены, на новом полигоне будут сжигать химический мусор, ну а дышать выбросами будут все красноярцы. Мы разбирались, насколько обоснованы страхи людей. Зелёный лес и поле — это место, едва ли назовёшь подходящим для строительства полигона опасных отходов. Всего в километре — дачи. Светлана Меркулова показывает участок, который приобрела, чтобы сбегать на лето из города и дышать свежим воздухом. Мы хотим дышать чистым воздухом. Мы идём, едем за чистым воздухом, а чёрное небо преследует нас. Проблема, я ещё раз повторю, не только нашего товарищества, не столько даже, сколько всего Красноярска, в первую очередь, солнечного, советского района. В планах инвестора построить в Земельяновском районе полигон для обезвреживания и захоронения промышленных отходов от второго до четвёртого класса опасности. Покрышки, масла, аккумуляторы, металлические опилки — всего больше ста видов. Первым об опасности производства рассказал эколог Павел Гудовский. Он тоже возмущён выбора места. Так нужно сделать одну территорию, где будет у нас промышленное использование. А данный участок, он, во-первых, уже граничит с сельхозкой, с СНТ, где люди осуществляют свою садоводческую деятельность. И здесь мы же видим, что лес, травка растёт. Здесь тоже нужно использовать её рационально. Сейчас проект полигона на стадии общественных обсуждений в администрации Емельяновского района. Уже решено, они пройдут заочно. Писать письма нужно по электронной или обычной почте в районную администрацию. Может, дойдут. Затем эксперты должны будут оценить воздействие на окружающую среду. Вложиться в проект решила компания АО «Полигон» известного московского бизнесмена Олега Митволя, а по совместительству — бывшего замруководителя Росприроднадзора. Он объясняет, его проект необходим миллионному Красноярску. Ведь большую часть промоотходов у нас сейчас хоронят на шинном полигоне без всякой переработки. Это единственный способ обезвредить очень многие опасные токсичные элементы. Сегодня все эти элементы просто бросают Красноярске на землю. К сожалению, в Красноярске есть так называемая мусорная мафия. Но вы лучше меня знаете, раз вы работаете на телевидении. Вы, наверное, много об этом говорили в своих репортажах. Которые не заинтересованы в цивилизованном подходе к обезвреживанию отходов. Вот они решили напугать население. Начали рассказывать про какое-то сжигание мусора. По словам Олега Митволя, технология обезвреживания промышленных отходов у него будет на уровне мировых стандартов по экологичности. При этом сжигать там собираются только медицинские маски. Но и от этого, если местные жители против, они могут отказаться. Впрочем, в проекте полигона откуда-то взялось 18 тонн выброса аммиака в год. Для красноярского воздуха не лучшая добавка. В Министерстве экологии края подчеркивают, решение о строительстве еще не принято. Но где-то город должен утилизировать 2 миллиона тонн промоотходов в год. Такой объект нам нужен. Насколько к этому отнесутся жители, настолько мы и будем за или против размещения его там, как в ведомстве. Но тут тоже нужно отметить, что именно оценка воздействия на окружающую среду покажет жители, скольких или каких районов, населенных пунктов, собственно, будут испытывать это воздействие. И именно с ними нужно будет проводить следующую встречу, для того, чтобы получить от них разрешение на дальнейшую уже работу. Построить новый полигон по обеззараживанию опасных промышленных отходов хотят возле экскаваторного завода. Тут всего несколько сотен метров, может быть километр, как раз то место, где собирались построить завод феросплавов, и который красноярцы отстояли, ну вот эту территорию. И здесь как раз сворот на деревне Серебряково, Чистоостровское, Барабаново. Очень живописные места, куда многие красноярцы ездят отдыхать. Ну или у них здесь загородные дома. Антон Попов, Иван Марков, Новости Прима.